Пётр Севастьянов и Егор Подсевакин вырвались из череды тренировок на льду на официальный приём. Тренеров по хоккею пригласил председатель Думы округа, узнав о больших достижениях их воспитанников. Сразу два состава местных хоккеистов выиграли краевой этап престижного турнира «Золотая шайба». Это те люди, которые воспитывают молодое поколение, из которых в дальнейшем вырастают олимпийские чемпионы. Тренеры получили почётные грамоты за вклад в развитие спорта на территории нашего округа. Первыми победу в краевом туре завоевали хоккеисты постарше. Приморья 2005-2006 под руководством Егора Подсевакина и Никиты Тютина прошли без поражения все матчи. Такой же результат показали и младшие хоккеисты Приморья. Подопечные Петра Севастьянова и Егора Подсевакина выиграли все матчи. Но заключительная игра заставила понервничать всех. В последний день у нас был тяжёлый. Была команда с Большого Камня Гранит. Очень хорошая команда, двоеспособная. С ними сыграли, по-моему, 4-2, мы победили. И уже на последних силах играли с Чугуевкой, то есть домашней командой. И это очень был такой интересный матч, напряжённый. 2-2, по булитам смогли игру выиграть. Сейчас оба состава начали учебно-тренировочные сборы. По правилам на базе команд победителей может быть сформирована Приморская сборная. Уссурийцы уже усилились несколькими легионерами и начали готовиться к всероссийскому финалу. Первыми летят старшие ребята. Честь Приморья они защитят в конце февраля в Волгограде. Мальчишки помладше вылетают 9 марта в Нижний Новгород на финальный тур «Золотой шайбы». Марина Роман, Наталья Зайцева, Алексей Максимов и Роман Адонин. Телемикс.